Привет! Сегодня я бы хотел разобрать с вами довольно-таки щекотливую тему здоровья вашего... Как бы это покорректнее выразить? Штуки, банана, огурчика, пипецки, пипетунчика, коряги, дрына, бубуки, поршня, стрелы любви, шланга, перископа... Ну вы поняли. Разберем причины, следствия и не упустим средства защиты и предостережения. Начнем мы с причин, из которых может быть вызвана эректильная дисфункция, а также проблемы в обсуждаемой области не только у мужчин, но и у женщин. И, конечно, основная причина это неэргономичное положение на велосипеде. Так же сильно, как аэродинамика влияет на скорость, спортивная позиция на велосипеде агрессивно влияет на давление в определенных местах. Фактически, исследования установили, что чем ниже положение руля относительно седла, тем больше давление в область... Ахриата, аппарата, маленькое удилище, болтазара, хобота, анаконды. Далее непосредственно к седлу. О том, что подбор седла должен проходить желательно после измерения расстояния между седалищными костями, говорил уже в прошлых роликах и показывал даже. Увеличить комфорт на седле можно при помощи общего байкфита, а также специфического, как то с измерением давления определенных мест вашей пятой точки на седло. Для этого на седло кладут прокладку и вперед. Нужно осознавать, что велосипедное седло это не кресло, и вес должен оптимально распределяться по всему велосипеду, а не с уклоном на седло. Видео по поводу более осмысленной настройки велосипеда будут продолжать выходить, но для тех, у кого есть какие-то проблемы уже сейчас, в том числе с потенцией, то, конечно, нужно обратиться к фитеру, который имеет опыт с такими случаями. И раз уже заговорили об имеющихся проблемах, ничего зазорного в этом нет, присмотритесь вот к такому сорту седел. Давить будет гарантированно меньше, опять-таки нужно и здесь правильно выбрать ширину. Так, еще чего-то не упомянул по причинам, но, опять-таки, неподходящие одежды, то есть шорты без так называемых памперсов, но это дополнительный апгрейд для преодоления дальних дистанций и для снижения трения о кожу. Потому что седло должно быть удобно даже просто в трусах, на мой взгляд, ну, по крайней мере, километров 10 не должно быть никаких проблем точно. Перейдем плавно к следствиям. Из-за повышенного давления на определенный участок тела происходит онемение, которые являются сигналами для человека, который заботится о своем здоровье. Кровь поступает в органы меньше, хроническое онемение ведет к ректильной дисфункции и другим проблемам, о которых, вам, надеюсь, не посчастливится узнать. Также неправильное положение на седле, например, слишком выпрямленное, и с неэргономическим седлом обуславливает давление на копчик, что вызывает дискомфорт и боль. Такое наблюдается особенно у женщин, так как в этой области более повышенная чувствительность. Перейдем же к простым советам, которые уже отчасти отметил ранее. Исследование это хорошо, но общий вывод остается один. Велосипед – одно из лучших средств для транспорта и поддержания здоровья. Это возможно только в тех случаях, когда двухколесный был настроен под вас. Да, многие покупают продукты не для людей, туфли, сумки на одно плечо и прочее. Но, например, когда мы ищем удобную обувь или одежду, когда знаем, что нужно будет ходить долго и про моду нужно забыть, то подбираем с умом. Велосипед – не исключение, хотя и здесь наблюдается, что люди больше смотрят на марку, имидж, визуальный аспект, нежели ищут агрегат под конкретные цели, под конкретное тело. Вы и сами знаете, у меня был Пинерелло, вот как раз в тот случай все говорят «Вау, круто!» и только я знал, что этот красный болид не блистал комфортом. В этой связи байкфит, настройка байка, книги по биомеханике, есть на Амазоне все, гуглите, это важно. Не дожидайтесь развития проблем, когда ваше тело уже бьет сигнал тревоги. Конечно, причины неудобства могут быть разные. Параллельно можно развивать гибкость, делать растяжку и прочее. Многим везет с покупкой и с начальной настройкой. Я имею в виду, не обязательно доходить до перфекционизма и доли миллиметра точности. Если вы не испытываете дискомфорта, то продолжайте катать, делать растяжку, периодически пробовать тонкий тюнинг в виде гелевых перчаток, более продвинутых подкладок в шортах и прочего. Пару базовых советов. Выбирайте более расслабленную геометрию велосипеда, то есть эндуранс геометрия, например, Giant Defy, Track Domain и другие. Чаще педалируй вне седла, короткими, но периодическими промежутками. Не нагружай рюкзак. Тут понятно. Разгрузи тазовую область. Чем меньше давление на руки, тем больше на таз. Меньший вес ездока также улучшит ситуацию. Старайся избегать слишком мягких седел. И так как ты подбираешь седло по расстоянию между твоими седалищными костями, а потом смотришь на самый широкий участок седла в его рабочей области, то и постарайся сидеть именно в этой области, а не съезжать вперед и в более узкую область. По седлам нужно бы отдельное видео. Сегодня просто посоветую такие марки, как SQ Lab. Specialized тоже делает хорошие вещи. Для тех, у кого уже есть проблемы, например, с простатой, вот этот зверь чисто визуально отличная тема, не предвещающая лишнего давления. Буду рад комментарию, если помог тебе чем-то или у тебя есть вопрос. А также просто, если понравилось видео, тематика и ее раскрытие в рамках такого короткого, компактного видео, буду рад оценке. Спасибо за просмотр. Дова-дова.